как стать детектором лжи соображения насчет обмана они используются очень часто в каждодневных ситуациях и разговорах тем не менее если вы хотите знать правду в данной ситуации оно предотвечивает вам вопросы которые гарантируют что вы будете знать когда вас обманывают и когда правда не очевидна от лжи а мы используем все три фазы чтобы получить большую возможность получить правду значит фаза 1 3 атаки указка предложений цель здесь задавать побольше вопросов но не обвинять то есть надо заставить его раскрыться чтоб потом предъявить смысл этой фразы что звучит невинно как и невинно невинная человека но обвинение в виновности то есть подозрение вы чувствуете что ваша девушка не была вам верна прошлой ночью вопрос anything interesting happen last night что-то интересное случилось прошлой ночью то есть нельзя прямо задавать вопрос сперва надо расслабить человека когда он расслабиться тогда и взять на подход подозрение вы думаете что ваш сотрудник сказал ваша секретарша что у вас любовь к ней вопрос ты когда это культа сплетню слышал если такие вопросы почему ты спрашиваешь откуда ты слышал показывает что у человека что-то кошки грызут на душе он не будет искать информацию от тебя если думает если не знает куда вопрос подразумевает он также не заинтересован почему вы задаете такие вопросы потому что он уже имеет отношение к тому что сплетню он уже сказал и поэтому его грызет часть 2 цель здесь предоставить сценарий уже ближе к обвинению и уже можно загонять его к углу то есть подозрение а вы подозреваете что один из ваших продавцов соврал гал потребителю с целью сделать продажу вопрос а джим а меня тут интересует если ты мог помочь бы мне сам а вот на мое внимание а пришло что в отделе продаж кто-то неправильно дает информацию о наших а товарах клиентам ты бы не мог бы мне это изъяснить более детально подозрение второе администратор госпиталя подозревает что врач попивает на своей смене вопрос доктор маркус я хочу получить ваш совет на чем-то а мой коллега в госпитале имеет проблему с одним с доктором она вроде пьет на смене а если какие-то вопросы чтобы можно было решить проблему с этим врачом значит ваши действия а наводите постороннего человека в ситуации допустим муж изменяет жене вы говорите а вот другой муж изменяет жене и смотрите старайтесь утопить его а следующая а если он невиновный и обвинение то скорее всего он предложит свой совет сходу потому что ему нравится что вы обращаетесь за его мнение если он виноват то он будет чувствовать себя некомфортно и он скажет ну да да я никогда там водки не пил и так далее кто отрицает тот и делает а другим способом он открывает дверь к степени 3 степень 3 задачи а уже предъявить только используя уже более общие рамки а вы думаете что студент мухлевал на экзамене то есть писал где-то а вопрос звучит так а ну разве это не прикрасно обманывать на тесте и осознавать что ты лучше своего времени а вопрос а вы подозреваете что сотрудника сплетничает о вас вашему боссу а вопрос ну скажи ну разве не удивительно кого-то подсидеть ну это же так чудесно и как ты думаешь люди вообще по жизни так делают а следующее подозрение а вы думаете что ваша девушка нашла второго человека и тоже с ним в отношениях а вопрос звучит так ну разве не удивительно быть неверным и ждать что тебя никто никогда не поймает смена а предложение субъекта она очень показательно вине тем не менее если ваш вопрос интересный и он не виноват то он начнет раскачивать разговор в ту сторону что он не против объекта знаю крайне интересный случай один следователь а по васу по важным делам он когда к нему приводили подсудимого он то есть обвиняемого а он задавал ему вопрос вот и вор ты такой замечательный вор так такой хороший через форточку и продал и вынес 200 грамм золота то есть мораль такова если вы на человека критикуете по черным он закрывается а наоборот надо захваливать потому что критики а у человека иммунитет вырабатываются каждый день мы ругаемся а если вы человека хвалите по черным он расклеится а смотрите и слона можно вести на ниточке если сопровождать это добрыми словами в двух словах захвалите человека и он расклеится от счастья и вы его подставите а я являюсь репетитором по skype smart teacher 197 хотите знать хорошую полезную информацию учите английский со мной гуд бай